В эфире новости из Венгрии на канале М1. В студии Алена Миронова. Здравствуйте. О самых главных событиях прямо сейчас. Правительство объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Глава канцелярии и премьер-министра сообщил, что был принят план действий из семи пунктов. Среди прочего, с 1 августа отменяется многолетнее ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств, использующих энергию выше среднего уровня потребления. Многодетные семьи продолжат получать газ по сниженной цене. Георгий Гуяш заявил, что из-за затянувшейся войны и санкций Брюсселя сегодня на значительной части Европы развился энергетический кризис. И на континенте не хватит газа на осенне-зимний отопительный сезон. Министр обороны распорядился повысить боеготовность вооруженных сил. Кристоф Салоя Бобровницкий заявил, что сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами. Политик пояснил, повышение боеготовности означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в разных частях страны. Обучение ускорится. И на военные сборы призовут больше резервистов. Войну, миграцию и энергетический кризис обсуждали в Будапеште на встрече министров иностранных дел в так называемом формате С5 стран Центральной Европы, Австрии, Венгрии, Словакии, Словении, Чехии. Петер Сиярта заявил, что текущая заполненность газохранилищ в Венгрии выше средней. Четверть годового потребления уже находится в распоряжении, а перед зимним сезоном ожидаются новые значительные закупки газа. Несколько правых депутатов Европарламента также поддержали Венгрию в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам в Брюсселе. Сегодня орган голосовал за инициативу, в которой снова осуждается Венгрия, так как там считают, что в стране не соблюдаются европейские ценности. На заседании один испанский европарламентарий заявил, что доклад не объективен. И там пытаются использовать Европарламент для осуществления политической деятельности против консервативных политиков, даже несмотря на то, что они были избраны демократическим путем. А венгерское правительство было выбрано именно таким образом, подчеркнул политик. Очередная акция протеста прошла в столице против поправки к закону о едином налоговом платеже. На этот раз перед зданием парламента. Сначала выступили гражданские лица, а затем к микрофону подошел председатель партии Momentum. Ференц Галанчер заявил, что они инициируют экстренное заседание парламента и предложат нести поправку, чтобы законопроект в таком виде не вступил в силу. Если парламент это не примет, они обратятся в Конституционный суд. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Мы ждем вас завтра в это же самое время. От лица нашей команды я желаю вам доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин